В телеграм-канале промышленного района сообщают, что с 1 октября в Самарской области можно получить все услуги службы занятости в электронном формате. Это касается вопросов организации профессионального обучения, содействия безработным в переезде, профориентации и другого. Все они будут доступны на портале «Работа в России». Кроме Самарской области, на электронное оказание услуг в сфере занятости перейдут еще 9 регионов, а с 2023 года все. При этом возможность личного посещения центра занятости населения и получения услуг в очном формате остается. Администрация Ленинского района Самары сообщает, что на этой неделе прошла встреча с жильцами домов 41 по 47 по улице Чернореченская, а также с жителями 211 дома по улице Молодогвардейская. На месте обсудили все вопросы и пожелания жителей по дальнейшему благоустройству дворовых территорий и приняли в работу. Администрация Куйбышевского района приглашает жителей озеленить Волгарь совместными усилиями. Завтра 8 октября с 10 утра все неравнодушные жители микрорайона и организаций смогут вынести свой вклад в экологическое благополучие района и города. Саженцы и весь необходимый инвентарь для посадки деревьев желающим выдадут на месте. Участникам советуют одеваться потеплее и не забыть взять с собой хорошее настроение. Встреча на пересечении Осетинской и Солженицына. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова